итак у нас сегодня очередной выпуск друкарни инфодайвинга и мы будем говорить о наших книгах на этой неделе у нас произошло знаменательное событие у нас вышла новая книга инфодайм коллективная бессознательная и так эта книга уже появилась она уже отпечатана мы ее держим в руках и она скоро появится уже у наших заказчиков те кто делал предзаказ она есть нашем магазине на shop.subrition.com ее можно там заказать но я бы сразу оговорилась эта книга достаточно сложная к восприятию здесь уже есть определение здесь более научный подход здесь есть упоминание известных ученых здесь есть моменты которые касаются именно развития сознания осознанности и так далее и есть достаточно сложные вещи когда человек читает и у него возникает вопрос откуда мы это взяли так вот для того чтобы этот вопрос не возникал для этого есть книга управление восприятием это первая вторая книга до управление восприятием потом идет над на инфодайвинг над сознание потом идет на инфодайвинг подсознание потом инфодайвинг счастье и лишь потом инфодайвинг коллективное бессознательное и у нас в печать ушла книга инфодайвинг знания следующая книга уже находится в издательстве и так ребят сегодня мы будем отвечать на те вопросы что у нас есть и немножко поговорим о каких-то интересных моментах которые описаны в наших книгах и первый вопрос был у нас по струнам да по струнам здравствуйте вопрос в рубрику друкарни инфодайвинга спасибо что ее сделали очень актуально значит мой вопрос по книге подсознание инфодайвинг подсознание страница 101 там описывается рассказывается про струны это сценарии сценарий развития событий жизни человека ну либо эгрегора вот то можно со струны на струну на капку переводить вот мне непонятно переводить можно со струны на струну либо вот как написано в книге возможность перехода зачитаю себе записала на более высокую по частотности страну как осуществляется мы можем мы именно расширяться практически до края меркабы дойти образуется восьмерочка по восьмерочке скрутка и перетечь перейти в другую меркабу тор я их бусинки называю бусинку именно так либо возможно просто в определенном состоянии находясь со струны на желаемую по частотности более высокую струну бусину переместить тор вот и ну вот мой вопрос по переключению с тора на тора человека либо эгрегора можно какую-нибудь организацию переключить да чтобы она по иному сценарию развивалась по более высокочастотному благодарю за ответ итак берем книгу инфодайвинг под сознание находим страницу откуда 101 до теория струны воронки смотрите это на самом деле очень большая тема потому что здесь это был один из первых заходов вот в этой книге один из первых заходов на сакральную геометрию на тетрайдры на меркабы на вращение на перезапись информации именно на них как на информационных носителях в книге мы подходим знаете как когда книги вот идут по очереди почему их по очереди надо читать мы подходим и сперва мы описываем то что видим а потом мы начинаем вникать глубже 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 и уже в книгах инфодайвинг коллективное бессознательное инфодайвинг знаний и особенно в книге инфодайвинг глубина эти же вещи описаны значительно глубже и например вот здесь касательно переключения со струны на струну из меркабы на меркабу действительно когда вы находитесь в расширении восприятия когда вы внутри игры вы видите всего вот текущий вариант и еще к нему есть пять параллелей больше ничего нет переключиться на другое вы не можете то есть получается смыкание меркаб и образование восьмерки переход по восьмерке абсолютно правильно ольга прочитала абсолютно правильно поняла если вы расширяетесь сами и вы смотрите с позиции силы из глубины за пределами игры то вы можете видеть что вы можете все шесть вариантов убрать просто убрать просто убрать и создать новый но для того чтобы создать новый вы находитесь в восприятии полностью в теневой части в той части которая вообще не осознается для чего в психике устроены вообще вот эти меркабы тетраэдры и струны это автоматическое автоматическое подавание сценария для проживания человека в жизни в зависимости от частоты на которой он находится то есть в основе лежат частотные характеристики и здесь прав был профессор гаряев потому что эти же принципы заложены у нас и физическом теле то есть тогда из центра из вилочковой железы у нас идут струны к внутренним органам точно также осуществляется настройка внутренних органов и каждый внутренний орган имеет свою меркабку свой информационный носитель меркабки это информационные носители два тетраэдра которые вращаются в противоположных направлениях и в зависимости от положения как они вращаются вот есть положение когда идет вспышка переключение и снова раздвигание потом снова вспышка переключения снова раздвигания то есть это работает как механизм но это именно информационные носители и пишется все как на дисках да потому что в центре меркабы образуется диск информационный и на этом диске записывается информация это всего лишь информационные носители каждый информационный носитель настраивается на определенную частоту. И эти частоты определяют, какая сюжетная линия дальше будет следовать у человека. То есть один и тот же момент, например, вы едете путешествовать. И вы в путешествии можете завалиться, где вы там потерпите ДТП, у вас там все будет плохо, у вас там смоет цунами, еще что-нибудь. Может быть какой-то такой средний вариант, где-то там вроде хорошо, но в то же самое время дорого, там недостаточно того, там где-то поголодал, не покормили, а есть вариант, где, блин, заплатил копейки, было все просто супер. Но это все варианты, и эти варианты в зависимости от вашего внутреннего частотного состояния. И вот оказывается, что вот эту частотность, частотность саму, на нее можно переходить плавно, как мы описываем вот в этой книге в подсознании, то есть с момента, когда мы можем эти дела воспринимать изнутри игры не снаружи, а изнутри. И мы изнутри можем переходить по тем коридорам, которые уже есть внутри. А можем выйти вообще из игры в наблюдение, да, но это не просто наблюдатель, он тоже в игре. Это силовая часть, это теневая часть, это непроявленная часть, туда тоже сознанием можно уйти и смотреть на все с позиции силы. Грубо говоря, мы смотрим на робот с позиции напряжения 220 вольт, да, с розетки. Ну, я не знаю, как это еще объяснить на словах. Так вот, когда с этого восприятия вы будете смотреть происходящее, там можно внести изменения, когда вы глобально, вот это путешествие мы убираем, вот эти варианты оставляем один, тот, который мне надо, и, ну, для этого мы должны полностью управлять осознанно своими состояниями вновь. Да, 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 мы должны быть в моменте, здесь и сейчас. Только в моменте, здесь и сейчас мы можем управлять. Вот даже ситуацию привела Наташа, что вот куда-то поехали, там что-то случилось, какое-то ДТП или какая-то неприятность. Все, пошла, если мы не в моменте, здесь и сейчас, и мы как, ну, в потоке, просто в потоке автоматическом находимся, да, жизни, то есть наша частота упала, пошло, еще, оно еще больше по накатану, оно начинает уже, уже произошло переключение на ниже частоту, уже пошло. Если мы не осознаем в этот момент, что мы можем, именно мы, мы управляем своей, своей частотой, именно мы управляем, то мы просто будем заваливаться еще больше, и мы тогда говорим, что беда не приходит одна. Вот это отсюда. А когда ты осознаешь, что ты создатель своей жизни, ты можешь управлять. Просто оценил ситуацию и сам осознанно поднял, вот переключил эти струны, перевел мир капками на более высший порядок. Все, ты снова вернулся на ту частоту, на которой ты можешь звучать, и, а там дальше тоже уже зависит, насколько ты в моменте, здесь и сейчас ты можешь и дальше управлять, повышать частоту. На самом деле, все, что касается частот, все, что касается струн, то в восприятии человека из физического тела есть две крайние точки. Одна точка – это страх, другая точка – это счастье. Именно эти две крайние точки, они создают и дают возможность образоваться ядру. Ядру истории, ядру болезней, ядру, тому ядру, которое начнет разворачиваться. Там есть информация, заряженная энергией. И вот эта информация с энергией, она бывает в большом объеме, большой диск, бывает малый диск, в зависимости от того, на какую историю мы будем смотреть. И здесь уже, когда мы начнем говорить о большом, о малом, вот в книге «Инфодайна глубина» мы эти вещи описываем, здесь уже работает полностью закон парадокса, и то, что для нас в восприятии считается важным, проявленным, и нам кажется, что это большой диск и так далее. На самом деле, в психике это точка. Это маленькая ядрышка, маленькая-маленькая песчинка. И в то же самое время то, что мы здесь считаем незаметным, ну, малозначительным, я на это не обращу внимания, там, в психике, это огромный диск. И это огромное ядро, ядро, содержащее очень много энергии, ресурсов, очень много информации. И, соответственно, оно вот здесь будет проявляться, так как мы не обращаем на это внимание, оно будет разворачиваться вплоть до длиною в жизни. Вот банальный пример приведу. Человек, например, подавляет себя. Вот женщина, ей сказали, что нельзя разводиться, это вот, ну, никак нельзя, да. То есть, мужчину надо терпеть. Если мужчина бьет, значит, любит. И там набор программ, которые она получила от своей там прабабушки, которой надо было как-то выжить без мужиков, когда один был на всю деревню. И вот она с этой программой и живет, и она давит себя, терпит мужа, терпит какие-то неудобства. И она не обращает внимания, ну, здесь он мне сказал гадость, здесь он напился, здесь он тут утворил что-то, здесь он изменил, здесь, и она себя подавляет, подавляет, подавляет. На самом деле, вот всю эту историю можно свести к одному внутри чувству неловкого подавления, когда сама себя, она сжимает, на это реагирует тело, и это все так раз и проявляется. Соответственно, здесь это разворачивается длиною в жизнь, она в течение всей жизни себя давит и мучается рядом с этим мужчиной, да, потому что у нее работает это программное обеспечение. А в психике, здесь у нее целая жизнь, а в психике это одна точка, которая называется я давлю себя, я не принимаю себя, я не принимаю себя свободной и счастливой, я отказалась от себя. Вот ключ, отказ от себя, а здесь целая игра. Кстати, вот этот отказ от себя, например, является первопричиной такой болезни, как боковой амиотрофический склероз. У нас два человека с этой болезнью в обоих случаях конкретная программа отказ от себя. Конкретно. И вот получается, в психике это точка, а здесь это на всю жизнь. И точно так же здесь это на всю жизнь, но отражением является вот это вот маленькое-маленькое, которое ты хрен найдешь с психологом или с психотерапевтом. Ты это никогда не заметишь, ты на этом никогда не концентрируешь внимание, но именно оно разворачивает всю твою жизнь. И вот эти вот мелочи, казалось бы, их на самом деле найти у человека и заметить можно только с очень большой глубины, и только когда ты не в игре. И тогда получается, ведь эта мелочь прописана на всех шести вариантах, когда ты в игре, и она во всех шести вариантах будет заставлять тебя вернуться к себе, да, то есть не отказываться от себя. И все варианты, на которые бы ты не переключал Меркабу, все равно оно будет таким же. Но когда мы выходим из игры, из позиции силы, силовой части, смотрим, мы все время говорим с позиции дьявола, да, это реально силовая часть человека, это теневая часть человека, которую человек всегда выносит из себя и который боится в себе. Вот, опять-таки, смотрите, страх или счастье, да, вот, и вот когда ты смотришь с этой позиции, ты понимаешь, ты видишь вот эту песчинку отдельно, ты видишь, как она проявлена в жизни, ты видишь, как ведет себя человек в жизни, и ты человеку просто бьешь в эту точку болевую и показываешь, зачем ты над собой издеваешься, вот что ты делаешь, и носом, 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 с первого раза человек никогда не понимает, и разы с шестого, с восьмого человек вдруг замечает, блин, точно, я же здесь давила себя, я же здесь отказалась от себя, я же, и потом, фух, куча энергии, куча слез и соплей, и весь жизненный сценарий, который до конца был бы в автоматическом режиме, где бы человек продолжал мучиться и так далее, вдруг раз, и разворачивается совсем по-другому, вдруг приходит муж и начинает себя вести по-другому, либо вообще он сваливает куда-то, и путь свободы, он вообще тебе не нужен был, да, у каждого будет своя история, но сам факт, что идет освобождение, именно вот этот вот момент освобождения, это очень важный момент, потому что в этот момент можно заложить написание следующего сценария, из состояния счастья, потому что ядро можно сформировать либо из страха, либо из счастья, да, другого нету, просто нету, два тетраэдра, два тетраэдра, он меркабы, два крыла, они вращаются в противоположных направлениях, а почему в противоположных направлениях? Блин, меня уже понесло, ну давай, давай, это классно, смотрите, вот точка входа в игру, мы еще не родились, есть только сознание, но у нас нет физического тела, вот точка входа в игру, восприятие, сознание есть, значит, оно все соображает, это оно создает реальность, в этой точке входа в игру, у него есть два варианта, на какой сценарий пойти, справа или слева, правое вращение тетраэдра будет основным, или левое вращение тетраэдра будет основным, смотри, я говорю, левое показываю правое руку, правое показываю левое, я всегда в зеркале показываю, мы с Ириной привыкли работать, и у меня всегда право-лево зеркально отражает то, что в реальности у людей, то, что в проявленной части, хотя я прекрасно знаю, где право, где лево, профдеформация, так вот смотрите, когда человек подходит только в игру, только в игру, ему надо ступить первый шаг в игру, вот его сознание, потом дальше будет зачатие, формирование тела, эпигенетические метки, пошло-пошло-пошло, это будет потом для сознания, вот точка входа в игру, первая вспышка, и в этот момент, если у человека есть неискренность по отношению к себе, то есть отказ от себя, первая ложь, то он идет в ложную игру, если человек искренен, он идет в открытую игру, правдивую, и поэтому есть право и лево, но, как оказывается, практически, в жизни там и встречаемся, мы не знаем, у кого право, у кого лево, да, и сказать, что ты правша или левша, это не про это, совсем не про это, но оказывается, что все равно у человека будет несколько точек выбора, и каждый раз человека подведет к моменту, где он лжет себе или не лжет себе, вот если он лжет себе, у него лево, лево, и если он, у него право, и получается, это разные варианты, но там, где лево, сценарий формируется автоматически, из страха, а там, где право и счастье, и потом говорят, ой, этот везунчик ему по жизни вообще прет, непонятно, откуда ему пришел, карма у него такая, и говорят даже, кстати, да, карма, говорят, как, вот он же в жизни там, он не скажет, что он хорошие дела делает, ну, ты так обобщу, да, и ему все равно везет, да, вот говорят же так, а это вот об этом, человек просто, он находится в том крыле, где он в гармонии с собой, и получается, у мирка бы всего два крыла, но подавляющее количество людей входит через ложь, потому что ложью закончилась прошлая жизнь, с ложью умирают, с ложью умирают, и с ложью умирают, смотрите, с ложью умирают даже ритуальные части, все, что касается отпеваний, там, вот этих вот моментов, человек вынес Бога из себя, он отказался от себя, он с отказом от себя ушел, с отказом, соответственно, и приходит в следующую жизнь, соответственно, он идет по левому крылу, а здесь, вот эта точка выбора, которую человек, очень редкий человек осознает, да, это действительно очень продвинутые люди, вот, а с этой вот точки войти в жизнь, ну, я не знаю, какой силой должен быть человек, чтобы он вот именно так приходил, вот, потому что из тела туда, вот как мы попали, попасть можно, а вот родиться так, чтобы осознавать этот процесс, это тоже такие моменты, но при этом же именно эту точку проходят абсолютно все люди, но опять-таки, в моменте вот рождения, да, мы говорим, что да, из тела, попасть туда легко, а вот, как сделать так, чтобы ты родился, именно, в тот момент, ты вот так соображал, да, и соображал, вот все вот это, вот, кстати, насчет этого, в какой-то нашей книге есть описано, что монахи или кто-то там, они на самом деле, вот, тибетские монахи это осознают, берут ребенка, детей, и воспитывают, как-то они там находят, до трех лет, они знают, в какую семью потекло сознание, примерно, приблизительно, и они берут этих детей, да, вот, к сознанию, и начинают, этих детей, они отделяют от родителей, чтобы не было никакого влияния мамы, папы, родственников, и начинает этого ребенка, растить именно в той же обстановке, в которой он умер, с теми же знаниями, и там постепенное вкладывание идет тех знаний, с которыми, которыми человек обладал уже при жизни, при той своей, все, и вот оно перетекание, вот оно переключение полное, то есть с помощью можно. С помощью можно, да. Если есть группа поддержки, сильная, да, которая знает, вот сознание осознанное, вот сознание это перетекает, то они помогают, и на самом деле, мы вот эти вещи с помощью, мы тоже сами проверяли, и не просто проверяли, а сопровождали, сопровождали, вот такое перетекание сознания, и сейчас ждем прихода в жизнь, да, и будем искать, каким образом, чтобы человеку помочь реализоваться, чтобы вот эта жизнь была здоровая, и самое главное, вход в жизнь, вот этот момент, право-лево, перетекание, чтобы пошло по здоровому сценарию, потому что, смотрите, опять-таки такая мелочь, но факт, когда мы говорим о здоровом сценарии, когда мы идем по правой стороне, да, идет здоровье, говорят, блин, богатырь, вот, недюжие здоровье, и до старости, там, и зубы свои, и кости свои, и ничего там не прицепилось, а на самом деле, человек пошел в гармонии с собой, вот это право-лево определение, но это все информационные части, которые прописаны на меркабах, меркабы вращаются, и при вращении мы можем видеть торообразные структуры, торообразные структуры постоянно двигаются, они как дышат туда-сюда, и периодически, да, они постоянное движение, потому что у нас же ежедневная перезагрузка, день-ночь, точно так же, как и жизнь-смерть, точно так же и в течение дня у нас есть еще подзагрузки промежуточные, да, плюс у нас у каждого внутреннего органа есть время своей собственной перезагрузки и так далее, чем меньше структура физического плана, тем мы можем наблюдать у нее эти перезагрузки и чаще, и точно такие же информационные штуки, а вот смотрите, вообще как страх и как счастье по-разному влияют на восприятие одного и того же сюжета, по частотности, да, это на самом деле мы оказываемся, когда мы заходим со счастья, мы оказываемся на высокочастотной струне, заходим со страха, мы оказываемся на низкочастотной струне, но играть мы можем, вот это диапазон струн, это все ноты нашего фортепиано, это все струны нашей гитары, это все струны, весь перечень частотный, и мы можем любую музыку создавать, получается, что важно первое восприятие человека, вот приведу пример, мы вчера работали с человеком, как раз вот к нашему подкасту, это случилось накануне, у человека никогда не было панических атак, а тут обращаются к нам, что панические атаки, первый день обратился, у нас не было времени посмотреть, второй день мы выделили время, откуда пришли панические атаки, входим в тело человека, и видим, вот как нефть растекается по клеткам, токсичность такая идет, идет по клеткам токсичность, прям вот маслянистая такая, прямо запах такой тягучий, теплый такой, как токсины, вот натуральная чистая токсичность такая, нефть. Нефть, и мы задались вопросом, откуда эта нефть у человека в теле взялась, и мы понимаем, что идет откуда-то отравление, но отравление ведь это не кто-то воздействовал, первичное отравление создает в своем сознании человек, а потом уже проявляет физическая реальность. Каким образом получилось? Вот человек приходит в магазин, он для себя решил, что у него... Что ему надо там похудеть или что-то такое, или очистить что-то. Да, что в теле что-то не нравится, грязное у него тело, надо тело почистить это. Вот, не понравилось ему собственное тело, да? Первый отказ от тебя... Кстати, очистить. Очистить, да. Он покупает ягоды Годжи, начинает заваривать, начинает это употреблять, а они ядовиты, они токсичны. Употребляет, скорее всего, неправильно, хотя, не знаю, мы не рождаем эти ягоды. Тут же и дозировка тоже, но на самом деле тут суть не в дозировке, или там в чем-то. И не в ягодах. Суть в том, что человек брал этот пакет, будучи недовольный своим телом, и у него был страх, что эти ягоды токсичны. И получается, недовольство, совмещенное со страхом, недоверием, страхом, доверием, рождает то, что он в проявленном мире. Скорее всего, передозирует это все, потому что начинаются галлюцинации, галлюцинации усиливают страх, человеку становится плохо, головокружение еще хуже, уже физический план подтверждает, у человека наступает отравление, он отказывается. Знаете, когда мы что-то испугались, мы хотим от этого убежать, оттолкнуть и убежать. Человек отталкивается, чтобы убежать, но он убегает уже с ядром болезни. А теперь смотрите, так как заход был через страх и через пищеварительный тракт, у человека нормально, вот эта вот токсичность пошла формировать онкологию желудка. Причем самое феноменальное, что человек даже забывает об этом, не с первого раза вспомнил эту историю с этими ягодами. Позже уже прислал нам, что да, была такая история. А до этого он этого даже не помнит, это было когда-то. Не так давно, но это уже даже забылось. А теперь смотрите, вот эта токсичность сохраняется в теле. Ядро страховое, информационное, с ударом по желудку и по клеткам организма уже прилетело в тело. Оно начинает концентрироваться в одном месте. То есть сейчас оно, когда мы смотрели, было разбросано по всему телу. Но эта токсичность, она сформируется, сожмется в желудок. В желудке оно сожмется в одно конкретное место. Возникнет перерождение одной, двух, пяти, десяти клеток. То есть информация уже получена. Информация пошла. Да, она пошла работать. И потом начинается болезнь. Направление получила, да. И потом начинается болезнь, и вот ты потом смотришь и на это и думаешь, а ты вообще с умной головы вот эту дрянь в себя лил. Да? А если уже ты решился, ты можешь хоть говно есть, но ты тогда в счастье его ешь. Да. Не надо покупать то, чего ты боишься, и потом дрожать от того, что ты неправильно это выпил. Потому что именно страх, сам страх создает вот это вот ведро болезни. Да, и подавление. Вот то, что мы и говорим. И подавление себя. Казалось бы, это же, ну там, ой, ну я почувствовал страх, ну ничего страшного, подавил, да. А мы помним, как мы говорим, здесь мы подавили, а в психике это огромная информация, да. То же самое здесь у нас страх. То есть мы испугались, а в психике это семечко. И то есть идет игра. Идет игра. И эти семечко-диск, семечко-диск перед рожениями работает постоянно. Поэтому это все, точка на диске психическом отражается проигрывание на большом игровом диске. Проигрывание здесь, здесь на диске на этом точечка какая-то, там отражается. Да, все. Большим проигрыванием. И все, и на этих переотражениях, я понимаю, что это сложные штуки, когда ты слышишь это в первый раз, когда ты читаешь книгу от первой, вот до нашей, получается, у нас уже глубина будет девятая книжка, потому что перед ней еще выйдет инфодайвинг-практика восьмой книгой. так вот, вот когда ты это ведешь одно за одним, и ты читаешь, и постепенно углубляешься, ты понимаешь, у нас нет нарушений логики, мы все эти вещи рассказываем. Вот как мы сами двигались из объективного восприятия в субъективное, и постепенно, постепенно, постепенно открывали для себя этот мир, вот точно так же мы его и описывали. Мы писали книги, как тот чупча, который что вижу, то пою. Да, да, да. И мы благодаря этому мы помогаем людям, кто читает, до них начинают доходить сложные вещи. Потому что, когда инфодайвинг, пытаются сказать, ну, что там у вас инфодайвинг, ну, в трех словах расскажи. Ну, вот. Это первые три слова. Это первые три слова. Начальные три слова, на самом деле. Мы в психику только пришли, и мы только начали ее потрошить, мы только начали оформлять патенты, мы только начали подводить определение, подводить это все в науку, да. Мы только начали, мы только входим, господа. И мы только начали вот очень быстро лупить результат за результатом. Когда из человека вытряхиваешь, кстати, панические атаки у человека выключились в тот же день. То есть, как гипнотизеры пишут свою рекламу, в гипнозе паническую атаку, мы работали три месяца упорно, там, или шесть месяцев упорно, и мы это отключили. В инфодайинге это вот так. Всего лишь человека вернуть в момент, здесь и сейчас. Вот просто, вот любому человеку. И заставить думать головой. Заставить, да. Ну, это и есть, быть в моменте, здесь и сейчас. Все, все решается только здесь. И любое крыло бабочки, оно всегда возвращает цель вернуть, вот, суть сама в центре, в моменте, здесь и сейчас. И даже сейчас у нас с тобой, кстати, вот мы прошли уже глубину, мы, да, прошли очень серьезно, и у нас уже пошла часто встречаться информация, вернитесь назад. То есть не в начало, а именно как развернуться и заново пройти. То есть это... С другой стороны, взгляните на ту же информацию, когда вы будете видеть ее с другой стороны, вы увидите, как быстрее и эффективнее работать с человеком. На самом деле, когда мы только начинали работать с людьми, мы очень много говорили, ну да, мы поможем, мы сделаем перепрошивку, мы поддержим, мы, да, мы брали на себя. Потом со временем мы пришли к осознанию того, что должно быть именно мы. Мы это вместе с человеком. То есть если человек выбирает, меняет, и мы двигаемся вместе, тогда идет движение. Если мы не двигаемся вместе, движения нет. И на сегодняшний день мы уже не просто об этом говорим вслух и требуем, и начинаем работу с того, что на консультацию, перед тем, как человек заказывает консультацию, вы наверняка уже сталкивались. Первым делом мы говорим, итак, изучайте по бай разделу консультации, читайте, задаете вопросы, потом мы добавляем в чат, мам, вы начинаете работать, вы начинаете делать практики, вы начинаете читать книги, вы начинаете делать практикумы, и пошло-пошло, вы начинаете меняться, то есть вы начали двигаться, и тогда мы готовы работать с вами. Потому что у нас были в эксперименте несколько человек, с которыми мы работали очень плотно, которых мы везли на себе. То есть мы видели, мать не двигается, более того, она потихоньку нам подбирает, вот мы говорим, что там нельзя давать лекарства, нет, она тихонько дала и думает, что мы не знаем. Или там разные варианты, чаще всего, конечно, связанные с франьем по отношению к нам, но мы продолжали работать с этими детьми, с попыткой вывести из болезни ребенка, пускай уже мать там как хочет, но ребенка вывести. То есть у нас работал еще вот этот спасатель, но в последнее время мы, по сути дела, мы отказались от работы вот по таким вот схемам. Мы человека прижимаем, ставим перед выбором и говорим, вот есть крыло, ты живешь из страха или ты живешь из счастья? Ты живешь из искренности и открытости или ты продолжаешь лгать? И вот когда человека прижимаешь, припечатываешь, в какой-то момент он сам начинает видеть либо-либо. И если ты начинаешь двигаться, действительно, не убегать от болезни, а честно посмотришь ей в глаза, честно начнешь движение навстречу, ты действительно искренен и открыт, то ты будешь видеть, что ты меняешься и жизнь меняется, и болезнь уходит. Потому что ты стал другим, болезнь не нужна, боль не нужна, чтобы ты начал развиваться. Но если ты ждешь, что мы это сделаем за тебя, то мы от такой работы отказываемся. И, наверное, самое страшное, когда мы отказываемся, мы видим, например, что в нашей практике два случая таких, мы видим летальный исход, который уже предначертан. И на определенном этапе все-таки по-человечески мы блокировали инкарнационный цикл, чтобы у мам была возможность подумать подольше, но мы понимаем, что мы не будем удерживать. То есть мы свои возможности по отключению инкарнационного цикла продемонстрировали уже неоднократно. И фильмы вышли на эту тему. И вот сейчас очередной эксперимент, господа, то, что мы в Инстаграме выложили, где я сказала, что потребуется реабилитация, тоже об известном человеке, который ныне умирал, а вчера уже не умирал. мы показываем, мы это умеем делать, но проявлять насилие мы не будем. И все, что касается детей, на самом деле нас это очень сильно меняет. И мы становимся другими. Мы понимаем, что есть случаи, когда надо. Это должно случиться, потому что другого варианта у родителя нет для того, чтобы просто включился мозг, чтобы он перестал быть роботом. Очень часто мы стали именно с Наташей говорить о том, что мы понимаем, для чего вообще болезнь. Мы понимаем боль, болезнь. Мы понимаем смысл болезни. Она нужна людям. Мы понимаем смысл инкарнационного цикла. Он нужен людям. Если робот-автомат не может стать человеком никак в этой жизни, значит, надо поменять тело и начать сначала. Будет шанс. Да, если не будет инкарна... Мы понимаем уже, что если не было бы инкарнации, не было бы жизни. Просто не было бы. То есть очень многие вещи, которые люди считают, что Бог их наказывает, Бог их не наказывает. Он сам себя. Да, это они сами себя наказывают, и они сами себя спасают таким образом от деградации. То есть если бы не было смерти, была бы деградация в очень большом количестве случаев. Ну, и завершение игры. Да, и завершение игры для человека. То есть вот он деградировал, превратился в камень, лежащий у обочины, и всё. Но ведь он не для этого создан. И сегодня уйти в деградацию значительно проще, чем уйти в развитие. И вот для этого и существует скоропостижная смерть, скоропостижные уходы, болезни, которые включают желание бороться за жизнь через боль. Но видите, кто-то включается, разворачивается и действительно проявляет вот эту силовую часть, смотрит болезни в глаза и выбирается из болезни. И, кстати, вот у нас сейчас тоже есть человек, которому мы помогли взглянуть именно самому себе в глаза, именно в эту боль в глаза. И ему мы знаем, как ему плохо сейчас, вот эти дни, но мы знаем, что он выберется, да, и у него будет другая жизнь. И в то же самое время есть люди, которые, обманывая нас, продолжают играть в болезни и говорят, нет, вот я чуть-чуть, я вот тут чуть-чуть с врачом поиграю, я вот чуть-чуть в реабилитацию поиграю, я еще чуть-чуть в укольчики поиграю, еще во что-то, ну играйте. И они думают, что они обманывают нас, там они там где-то юлят, это у них ничем не будет заметно, как говорят, Бог их не видит, да, далеко. А на самом деле, вот так вот в реанам, сами себе лгут, вот сами плюют себе в колодец. Не используют этот шанс, понимаете, инфодайвинг, он в первую очередь про работу с собой, мы в каждом человеке видим отражение себя и прорабатываем те вещи, которые идут в зеркале для нас. И мы понимаем, здесь у нас где-то мы с собой неискреннее, здесь мы были неоткрыты сами с собой, здесь мы, вот этот человек, когда проявляет по отношению к нам, мы это берем сразу на свой счет, это идет в отработку по нам. И в то же самое время, когда мы видим очередного клиента, мы становимся вот перед ним просто зеркалом, разворачиваем, показываем ему самого себя. И вот в этом отличие инфодайвинга от всех остальных психотехник, от всех основных направлений, мы просто становимся чистым зеркалом для человека. Это вот представьте, как человек, инфодайвинг, это на самом деле чистое зеркало, самое близкое нам зеркало, которое ставишь перед человеком, и человек видит свою истину, вот свою настоящую суть, да, и вот тут зависит от самого человека, он готов смотреть в своей чистой сути глаза или нет. и, как правило, большинство разворачивается, начинает убегать подальше от этого зеркала, лгать туда, чтобы только основа засорить и увидеть себя хорошим. Да, да, да. А смотрите, вот варианты убегания. Человек работает, он говорит, я работаю, мне надо временные изменения, он делает практику зеркала, он выходит в автоматический режим, читает, например, по бумажке, там и так далее. Кому он лжет? Себе же самому. Он же в этот момент он сам с собой разговаривает. Для чего? Для того, чтобы нам сказать, типа, он эту практику делает. А ведь нам без разницы, делаешь ты или нет, это твое дело. Твое дело стать искренним и честным по отношению к себе. Вот это левое движение Меркабы, переключить на правое движение Меркабы, либо увидеть целостно и осознать, каким образом это все работает одновременно, да, вся система. Смотрите, когда вы осознаете всю систему, как работает игра, а мы в книгах помогаем, подводим, описываем все варианты игр, мы подводим целостно, чтобы у вас восприятие стало целостным, чтобы человек мог увидеть именно с этой теневой своей части игру. Зачем? Тогда можно вообще вот этот мир, которым вы недовольны или где есть болезнь, взял, свернул, убрал и создал новый. Да, на создание нового потребуется время, на создание нового потребуется действие, на создание нового потребуется включить весь свой силовой ресурс. Но, блин, это же ваша игра. Это интересно. Это же ваша игра. И это офигенная игра. Это новая жизнь. Это новая жизнь. И, понимаете, когда мы читаем там книги, читали когда-то книги там Зеланда, там Олша и так далее, все равно, вот есть некая вселенная, которая там как-то колеблется, вот есть некий бог, который где-то разговаривает, вот, 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 вот. Все равно эти восьмерочки рисуются. Нет, господа, уберите крылья восьмерочек, вернитесь в точечку. А эта точечка, эта точечка, именно эта ядрышка, оно бывает на двух частотах, на страхе или на счастье. И мы предлагаем просто тупо обрубать нижний частотный диапазон и начинать справа, со счастья. Да? И вы пошли со счастья в игру. И уже... Ну, с чистого счастья, кстати. С чистого счастья. Искреннего счастья, да. Это очень важная ремарка, потому что, смотри, вот даже вчера, когда работали на консультациях, человек, я искренне, мне это нравится, я, я, я. Мы понимаем, что действительно ему нравится, действительно, человек тащится там от занятий тем же самым инфодайингом. Но он под инфодайинг засунул ту часть, которую он не хочет в себе исправлять. Он просто компенсирует через инфодайинг ту часть, которую он не хочет посмотреть в глаза. А инфодайинг в том и отличается, что очень быстро зеркала так хобана и подсвечивает. Смотри, вот здесь у тебя рожа кривая. Давай-ка мы вот ее подровняем все-таки. И вчера человек получил очередной так привет от нас в нужную болевую точку, когда мы говорим, а вот здесь, вот здесь рожа так кривая. Мы это говорим не потому что, да, хотим там человек какое-то неудобство доставить. Мы наоборот хотим, чтобы человек был счастлив, здоров, успешен, чтобы у него жизнь была в гармонии, полной чашей. Мы пришли сюда, в рай, в рай, и мы сами делаем из него ад. Вот, и поэтому... это чистота, кстати. И искренность. И искренность, да. И очень важно, на самом деле, вот очень важно осознать вот эту искренность, чистоту, что именно, когда мы начинаем перед кем-то оправдываться, нам сказали что-то неприятное, да, нас кольнуло это, мы начинаем оправдываться. А зачем оправдываться? Зачем? Ну, просто внутрь себя прочувствовать. И для себя. Ведь не надо доказывать зеркалу, подойдя к зеркалу, увидеть свое отражение и видеть, что там тебе что-то не нравится, да. Ты же не будешь этому зеркалу оправдываться, говорить, нет, ты неправильно видишь зеркало. Ты что-то, ты не видишь, что я другой, да. Мы же так не будем. Поэтому, получив какой-то укол от человека, да, какой-то, ну, не знаю, неприятное что-то. Вот, допустим, как мы говорим человеку правду, то, что как мы его видим, да, а человек начинает оправдываться. Лучше не оправдываться, а прочувствовать себя именно из состояния искренности к самому себе. Не надо ни к нам, ни к чему, к самому себе быть в моменте здесь и сейчас искренен сам собой. Все. А вот, понимаешь, насколько сложно самые ключевые, точечные вещи, самые важные для психики, полностью не воспринимаются человеком в проявленном мире. Вот ты говоришь про искренность, сколько людей поняли, о чем ты говоришь. Так вот, человек говорит, так я же искренен всегда. Да, да, я всегда, я искренен. Я всегда вот искренне говорю, и у него уже есть даже заготовки его искреннего говорения. Ну, это вот то, что, кстати, о чем мы и говорим. Здесь что-то большое в психике, это точка, и наоборот. Это вот тоже об этом. Да, это об этом. И вот получается, что у человека на любое слово есть уже автоматическая заготовка. Уже есть готовая меркаба на струне, на которой он готов в том перепрыгнуть, и я уже там болтаюсь. Мне не надо свое создавать. Да, какой из меня создатель? Я же Бога уже вынес, да? Я буду болтаться еще в каком-то варианте. А взять на себя ответственность, да, и действительно посмотреть, где я, как реагирую. Мне в этом плане понравилось. Вот смотрите, в Comedy Club была описана история, когда звонит телефон, да, и вот там, как берется трубка, и как человек реагирует, если там не взяли трубку. У всех людей одна и та же реакция. Вот он берет трубку, если он не слышит, алло, 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 протянули, да? А потом надо посмотреть с умным видом в телефон и нахмурить брови. Это о чем? Это об автоматизме. И этот автоматизм прописан в коллективном. И то, что прописано в коллективном, вдруг становится абсолютно доступно для всех людей и вытесняет то, что может быть индивидуальным. Именно и вытесняет индивидуальность. Не может быть, а именно и вытесняет. И тогда от индивидуального ничего не остается. Итак, у нас сегодня получился ответ всего на один вопрос, зато развернутый. Присылайте вопросы, задавайте вопросы. Мы с удовольствием будем на них отвечать и углубимся в книги для того, чтобы подробнее объяснять какие-то моменты. Причем, смотрите, мы-то можем их объяснять и с начальной позиции, и уже с обратной позиции, и еще с восприятия и применима к жизни, и, и, и. Любой вопрос, любой ответ можно развернуть для того, чтобы все-таки вы видели суть. Кстати, у меня опять висит этот ответ по струнам, как будто мы не додали, потому что у человека может автоматически возникнуть вопрос. Ну вот если там действительно струны, если там частоты, то может Горяев был прав, вот возьмем мы, например, настроим какой-то прибор на частоту органа и сделаем орган идеальное звучание и вот таким образом через заход из внешнего мира, через настройку, через физический план, через там биорезонанс какой-нибудь, вот настроим и правильно органы и зазвенит все тело и суть станет чистой и все будет классно. Так вот нет, господа, не будет этого, потому что реальность проявляет сознание. Сознание это движение изнутри наружу, они снаружи вовнутрь и когда вы изнутри наружу закладываете здоровые частоты и осознанно выстраиваете эти все резонансные вещи, то снаружи они могут проявиться, что вы там что-то себе приложили к какому-то месту и вдруг зарезонировали правильно. На самом деле все равно первично то, что происходит в вашей голове, в вашей голове, не в чьей-то. Вот. И таким образом все эти биорезонансные механизмы, они становятся вторичными, не первичными. То есть если вы их поставите перед собой и скажете, что вот этот вот механизм меня исцелит, вылечит и так далее, это самообман, это опять-таки вы заваливаетесь в ложь, потому что вы не хотите признать и взять ответственность на себя за то, что вы создаете, и вы не хотите признать и вернуть назад создателя. И вот этот вот момент, тонкий момент, продолжается вынос Бога, вынос создателя, и пошла разворачиваться игра. И опять режим автомата, потому что коллективная вам автоматических реакций накидает сколько хотите. Да, и поэтому тоже на этот вопрос я скажу, одно дело книга, а второе дело добавить еще одно крыло. Это наши курсы. И там мы... Практику, да. Вот это и есть то, что дополняет на самом деле человек глубже осознает суть, глубину своего вопроса и получает ответ. А сейчас, правда, вот скажи, что сейчас нам кажется, вот мы сейчас тоже с Наташей вопрос был по книге «Инфодайвинг. Подсознание». И мы с ней тоже окунулись снова, уже ведь давно она была, окунулись и обратили внимание на то, что видим это уже совсем по-другому. Оно... Та же самая психотехническая база. Да, но взгляд совсем с другой стороны, с позиции знаний уже полученных. это как, это как, знаете, были в первом классе, да, а сейчас, допустим, ну, там, ну, я буду говорить... Тогда мы все проверяли, нам, ой, давай проверим это, давай это проверим, давай при этом. А сейчас уже это проверено, мы знаем, что это так есть. там, с десятого класса взгляд на первый класс. Да, мы просто знаем. И мы видим, вот опять-таки мы открыли ее и видим подтверждение, логичное причем, настолько логичное подтверждение тех знаний, которые мы сейчас знаем, и мы вот... А тогда мы того, что сейчас видим, мы не видели, но при этом мы настолько верно получили информацию и выложили ее. Да. Тогда были разрозненные пазлы, и очень много чего не хватало, а сейчас это уже целостная картина, и мы понимаем, что каждый пазл был уложен правильно. И вот каждый раз, оглядываясь на книги и перечитывая вот какие-то главы из своих собственных книг, мы просто поражаемся, каким образом можно было так точечно выбирать пазлики для того, чтобы потом получилось одно большое полотно целостное. И на самом деле сейчас, когда вот это все уже как-то так осознаешь, да, любая ситуация, она видится совсем по-другому. И кажется, настолько все просто. И теперь даже вот понимаешь вот эту фразу такую, все самое... Как это, подожди? Самое простое, самое сложное, да? Самое сложное – это быть... Это просто... Как-то вот есть такая фраза. Так вот это прям вот действительно. И когда говоришь человеку, ты просто будь счастлив. Я всегда... Например, я по жизни, да, я всегда говорила, просто будь счастлив. Но при этом я не осознавала этих слов. И мне человек действительно, там, дети мои, там... Ай, мама, ну да, так все просто. Да? Сейчас я эти слова, я тоже так же произношу, но тогда я их не понимала сама, но мне казалось, я их понимаю. Сейчас я их понимаю действительно. Будь в моменте здесь и сейчас. Все. Какой ты в моменте здесь и сейчас, такая у тебя будет игра. Следующего дня или даже следующего мгновения. И каждый день можно начать новую жизнь. Каждый день можно глобально изменить сценарий. То есть каждый день у нас идет перезагрузка информации. И каждый день мы можем просто глобально стартовать в новую реальность. Это так. Но мы в это сами не верим. И поэтому... И тянем, не верим, да, и тянем за собой тот груз прожитых лет. Как же я его брошу? Как же я могу его брошить? Так я ж уже после 60 сяду на трон сатаны, буду поучать молодежь. Ох, молодежь пошла! Ой, у меня там такой груз я... А еще ж я болею три рыжей и сахарный диабет. Надо же этот мешочек разложить. И гордо рассказать всем. Кстати, вот насчет этого мешочка. Совсем недавно у нас тоже консультация была. И одна фраза твоя, она меня тогда поставила в тупик. И вдруг открыла просто серию инсайтов один за одним. Есть тяжелое заболевание, жесткую вещь сейчас скажу, есть тяжелое заболевание, тот же самый Эльцгеймер, деменция и так далее. Когда человек ложится и какает под себя. И это, как правило, бывает в большом возрасте. Либо если что-то серьезное случилось в этой жизни, что скосило человека. И вдруг, если ты выходишь в его психику и начинаешь смотреть с позиции психики на его жизнь, то ты находишь вот этот вот ключ, ядро, которое привело к такому проявлению во внешнем мире. И вдруг оказывается, это то, что человек никогда не замечал за собой, как он гадил людям. То есть в своих поступках, в своих словах, когда он просто, ну, мягко говоря, какал на них. Теперь он какает под себя. И вот эти вот вещи, когда их начинаешь видеть, ты, кажется, ну как же, он хороший человек был. У нас жалость начинает включаться, у нас память начинает переключать совсем другие эпизоды, замыливает ту боль, которую он причинял другим людям, и так далее, и так далее. Мы это стараемся выключить. Ну как же, надо же, о человеке сразу так просятся о покойнике, либо никак, либо хорошо. А на самом деле, господа, если мы честно войдем в психику и поднимем информацию на протяжении жизни, то кажется, что вот этот пунктик был. И этот пунктик был и привел к проявленному результату в жизни. И таких вот моментов вы не представляете. Иногда мы, когда цепляемся за какой-то такой яркой, проявление в жизни, начинаем уходить вглубь, мы разворачиваем такие жесткие штуки, которые иногда даже мы сами не готовы сказать вслух. Некоторые вещи будут уже описаны в книге «Глубина». То есть реально очень жесткие вещи, которые ты публично даже в стримах не можешь сказать, ты не можешь это, потому что социум это не примет. Потому что социум вывернет это наизнанку и начнет носиться и говорить глупости. Потому что он не понимает, о чем говоришь. Потому что все на самом деле очень просто. И вот когда начинаешь вот эти вещи осознавать, то ты видишь проявление в дальнейшем болезни, почему именно такая болезнь настигла человека, ты видишь, вот просто по жизни это разложено, вот это вот то, на что он не обращал внимания, но именно это и послужило в конце концов вот такому проявлению болезни. Ой, блин, я могу сейчас бесконечно на эту тему говорить. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо. Будем ждать ваших новых вопросов. Задавайте. Задавайте письменно, с удовольствием ответим. Для этого и создана Дрокарня инфодайвинга. Задавайте письменно, с удовольствием ответим.